Я вам приведу статистику из книги Маргарет Кеннеди, изданной в Швеции, мы её перевели на русский язык. Деньги без процентов инфляции называется. Ежедневно развитые страны в виде долгов, пособий и прочего дают развивающимся 100 миллионов долларов. А назад получают 200 миллионов долларов. Вот, собственно, и весь секрет их процветания. По расставщичеству, почему я вам говорю, что не поймёте никогда по-крупному то, что происходит в мире, пока не поймёте, кто и зачем написал Библию, Коран, что такое буддизм, что такое индуизм. Так вот, цитирую вам Библию. Библия – это концепция управления. Вот эта концептуальная власть, которая на сегодня зависла над нашей государственностью, это библейская концептуальная власть. А Библия – это концепция, изложенная в лексических формах. А что написано в Библии? Читаю вам дословно книгу второзакония. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут. Вот и всё. Всё примитивно и просто. Один, значит, даёт деньги под процент, другой берёт. А почему Коран на сегодня так и пошляется и опорочивается? Да потому что если вы возьмёте Коран, возьмёте Суру-2, самую длинную, называется «Корова», и возьмёте аят 275-й, можете пометить, значит, Коран сейчас можно купить. Это книга, которую, ну если которую не понимать, то тогда это не понимать, как устроен земной шаг. Значит, цитирую вам дословно. Значит, по Корану вот давать деньги под процент – это лихва. Те, которые берут лихву, восстанут в судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им за то, что они говорили, торговля – то же, что и лихва. Но торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил. Если к кому-либо из ростовщиков придёт увещевание от Аллаха, и он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся его прежние грехи. Вот вам, что такое управление на этом уровне. Что делает Путин на этом приоритете? К чему сводится курс президентский? Первое, ещё раз я вам сказал, национализировать ЦБ и сделать вот этот сеньорадж – доход отпечатания денег – достоянием всего народа, а не корпоративной структурой, которой является ЦБ. ЦБ де юре – это частно-корпоративная собственность, потому что именно совет директоров Центрального банка решает все вопросы по прибыли.